Кажется, на футбольной карте России Ленинградская область незаметна, да и ее роль малозначительна. Областные команды первым страной не выигрывали, да и сейчас в чемпионате нет ни одного профессионального коллектива. Но это только вершина айсберга подчеркивали на праздновании векового юбилея футбола в 47-го региона. И присутствие самых высоких гостей показывало значимость торжества. Новоизбранный президент Российского футбольного союза Николай Толстых уверял, показатель развития футбола в области – это массовый спорт, а таких соревнований в год проходят десятки. То, что сегодня делается в Ленинградской области, Ленинградской областной федерации футбола, заслуживает всяческой поддержки и приветствуется нами. Сейчас при упоминании футбола Ленинградской области на ум приходят две фамилии – Александр Киржаков и Владимир Быстров. Первый – воспитанник Ингисевского футбола, второй – Лужского. Это визитная карточка областного футбола сегодня. Но мало кто помнит, что в 70-х на областных полях Завоховский металлург играл Николай Ларионов. В 1984 году он станет чемпионом Советского Союза. Два года спустя примет участие в чемпионате мира. Все это доказывает, что в области в год столетия вполне вероятно становление профессионального коллектива, уверен глава федерации Алексей Михеев. В Ленинградской области профессиональная команда уже есть, просто она находится на стадии своего становления. И мы надеемся, что команда будет на 100% сформирована из выходцев из Ленинградской области и из Санкт-Петербурга. Уже сейчас костяк будущего профессионального коллектива формируется во внутренних соревнованиях. Поведители турнира на торжестве отметили кубками и медалями. Сама будущая команда играет в любительском всероссийском турнире и претендует на выход в коллективу второй лиги. А это первый шаг по возрождению всего областного футбола, пока остающегося заметным в российском масштабе, пусть яркими, но отдельными звездами. Валерий Финёв, Фанис Аглямов, Григорий Павлов. Новости 24. Петербург.